Цель работы будущих экотехнопарков – переработка промышленных отходов 1-2 классов в товарную продукцию и сокращение накопленного экологического вреда. Для этого будут использоваться такие технологии, как демеркуризация, физико-химическая обработка и высокотемпературное обезвреживание. Методы термического обезвреживания подвергаются те компоненты, которые уже невозможно переработать другим способом. Это самый безопасный и эффективный метод переработки отходов, содержащих чаще всего органические компоненты. Технология высокотемпературного обезвреживания и оборудование для него, которое будет использоваться в экотехнопарках, разработана и успешно применяется на Западе. Отходы – твердые, пастообразные и жидкие – подаются в барабанную печь, где подвергаются высокотемпературной обработке при 1000 градусах. Образовавшиеся при высокотемпературной обработке дымовые газы попадают в камеру дожига, где при температуре 1200 градусов полностью обезвреживаются компоненты, которые не прошли обезвреживание на предыдущем этапе. Больше всего интересует всегда вопрос горения органических соединений с образованием диоксина. Технологии, которые используются на экотехнопарках, они оптимизированы, подобраны именно с той точки зрения, чтобы образование диоксинов было невозможно в результате термического обезвреживания. Используется определенный температурный режим, температура больше 1000 градусов, при котором эти соединения нестабильны. Оставшиеся после дожига газы и мелкие летучие частицы попадают в парогенератор, где в химической реакции с карбамидом из них удаляются оксиды азота, а также отводится тепло. Далее, охлажденные до 200 градусов, газы поступают в многоступенчатую систему очистки с использованием фильтров и поглощающих веществ, активированного угля и гидроксида кальция. Высокотемпературное или термическое обезвреживание органических соединений на выходе имеют определенные продукты, которые поглощаются системой фильтров, чтобы минимизировать выброс токсичных соединений в окружающую среду. На выходе из этой системы стоит обязательно аналитическое оборудование, которое позволяет контролировать каждую секунду во время процесса термического обезвреживания, что выходит из данной установки. Таким образом, на выходе высокотемпературного обезвреживания образуются Горячий воздух с содержанием примесей в разы меньше ПДК Гранулят – аналог песка, материал, который может использоваться при производстве дорожного покрытия или при пересыпке полигонов. Композиционная добавка для производства цемента, тепло и электроэнергия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова